Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам прочитаю следующую главу рассказа «Слон». Но однажды утром девочка просыпается намного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери. «Тебе что-нибудь нужно?» – спрашивает мама. Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шёпотом, «Точно по секрету. Мама, а можно мне слона?» «Только не того, который нарисован на картинке. Можно?» «Конечно, моя девочка, конечно, можно!» Она идёт в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головой и машет хвостом. На слоне красивое седло, а на седле золотая палатка. В ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как и на потолок и на стены. И говорит вяло, «Нет, это совсем не то, что я просила. Я хотела настоящего живого слона. А это мёртвый. Ну, погляди, Надя, — говорит папа, — мы его сейчас заведём, и он будет совсем как живой». Слона заводит ключиком, и он, покачивая головой, помахивая хвостиком, начинает переступать ногами. Медленно идёт по столу. Девочка всё это вовсе не интересует. «Скучно, но чтобы не огорчать отца, она шепчет кротко. Я тебе очень-очень благодарна, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки. Только помнишь, ведь ты давал обещание свозить меня в зверинец, посмотреть на настоящего слона». И ни разу не повёз. «Ну, послушай же, милая моя девочка, пойми, это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах. И потом, где я его достану?» «Папа, да мне не нужен такой большой. Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот-вот такого, хоть слоняшечка». «Милая девочка, я рада всё для тебя сделать, но этого я не могу». «Видь всё равно, как бы, если бы ты вдруг мне сказала, папа, достань мне солнце». Девочка грустно улыбается. «Какой же ты глупый, папа, разве я не знаю, что солнце нельзя достать?» «Потому что оно жжётся, и луну тоже нельзя». «Нет, мне бы слоняшку, настоящего». И она тихо закрывает глаза и шепчет. «Я устала, извини меня, папа». Папа хватает себя за волосы, убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу, за что всегда достаётся от мамы, и кричит горничной. «Ольга, пальто и шляпу!» И в переднюю выходит жена. «Ты куда, Саша?» – спрашивает она. Он тяжело дышит и затягивает пуговицу-пальто. «Я сам, Машенька, не знаю куда. Только кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приду сюда к нам с настоящим слоном». Жена смотрит на него тревожно. «Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?» «Я совсем не спал», – отвечает он сердито. «Я вижу, ты хочешь спросить меня, не сошёл ли я с ума, пока не сошёл. До свидания! Вечером всё будет видно». И он исчезает, громко хлопнув дверью. А сейчас я вам желаю всем спокойной ночи, а продолжение рассказа мы узнаем завтра.